Апошня новины Гомельщины в материалах корреспондента у телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Витаю вас! Столица регионального кермашу фестивалю Дажинки-2015 станет Ельск. Отповедное распоряджение подписал старшиня Аблвы Конкаму Владимир Дворник. Святопрацовников везки, на яким будут подведены выники сельско-господарчика года, запланована на 13 листопада. На Гомельщине гэтае мероприемство традиционно промерковывается до профессийного свята аграреу – Дня работника у сельской господарки и перепрацовучей промысловости агропромыслового комплексу. Такие поздние термины проведения областных дажинок обумовлены мясцовой спецификой рослиноводства. Прикладно 40% сельгасугодзеу тут отведена пад кукурузу. Уборка гэтае культуры на зерне завершается только у листопаде. При гэты мураджай кукурузы оказывая значный уплыв на выники областного спаборництва сирот механизаторов, господарок и районов. По словах керавництва Ельска-Хараевы Конкама, у целым город уже готовый до сустреча гостей. Починаючи с весны, тут активно проводились работы по доброупорадкованне. Зараз наближается до завершения ремонта установки андлю и громадского харчавання. Приведены у парадок и сельские населенные пункты района. На Гомешчине протягиваются мероприемства с нагоды Дня Мати. Одным самых масштабных з'является, что годовая громадская акция «Дорогое слово мама». Ей организаторами выступили одразу два громадские объединения – областное отделение Беларусского фонда «Миру» и БРСМ. На протягу тыдня у делу акции примуть каля 300 заслуженных мати, ветеранов працы, жанчин, керавников, шмадетных и молодых мати из усих районов в области. Программа предуглеживает проведение шерогу святочных концертов и приемов с уручением подарунков от организаторов. На урочистым открытии акции у Кармянском районе побывала наш корреспондент Вероника Ворошилина. На свято в Кармянске районы Центр культуры и вольного часу были запрошены каля 50 мати с пяти районов в области – Будыкошалевского, Жлобинского, Рогачевского, Чачерского и Кармянского. Одразу с порога кожную гостю чекал приемный подарунок – самотканная лялечка счастья, якая, каля верить, сдольна выканать на вот самое потаемное матч на жадание. Сдевулять гостей талиновитые жанчины Кармянщины протягнули свою творжестью. Увази присутных в выставах затычных кветок орхидей, саморобные узоры народных храмелств и навык креативные фэшн-проекты – коллекция сукенок зеленую и папиры, створенная суместно матулями и детьми. Мамы помогают, всячески поддерживают и деток, и сами занимаются какие-то свои выставки, преподносят. Стараемся, стараемся всех творческих людей к нам. Для большинства этих жанчин их творчость – захопление, якому они присвящаются вольной от працы и домашних клопотов час. Глядячи на такую пригожусь, мужчины не скупились на добрые слова и пожадания. Всех-всех благ, всего самого наилучшего земного нашим матерям, благополучия, здоровья, понимания в семье, так, чтобы дети никогда без внимания не оставляли, чтобы не знали никаких бед, горя, мирного неба над землей. Все это громадская акция «Дорогое слово мама», присвеченная Дню мати и юбилейная пятая по лику. Она собрала у актовой зале жанчин разных взрослых и профессий, яких объеднуло одиное гоноровое звание «Мати». По часу рочистости организаторы ушановили переможцов в шмат лихих номинациях. Когда на сцену поднялась заслуженная мать и ветеран працы Ганна Анищенко, якая выховала 11 детей, 28 унуков и трех правнуков, зала аплодировала стояче. Желаю молодым только счастья, здоровья, удачи, не бойтесь детей, глядите, сейчас плоти, раньше нам не платили. Мы два месяца после рода побили с дитенком и пошли на работу. Работала, трудилась и теперь желаю всем удачи, только чтобы были все примерные, такие, как мои дети. У номинации «Жанчина Керауник» представницы пригожеполого человечества, яких одрозневая особливая по житию отказности, самогверности у працы, энергичность и умение поспевать усе и усюды. Главное, чтобы для этого было большое желание, тогда любая женщина успеет сделать все, даже то успеет сделать и сможет, что не сможет сделать ни один мужчина. По часу шинования организаторы так само отзначили заслуги женщин-матей, которые занимаются громадской и миротворчей деятельностью. Сегодня мир немножко нестабилен, так вот, чтобы вместе мы и наша общественная организация, и наши женщины-общественницы, миротворки, в силу их возможностей и проводили соответствующую работу. А если будет мир, то будет жизнь. Не обмянули уваги и молодых шмадетных матей, бо повышение у громадства этого статуса, пропаганда семейных каштовностей и поддержка молодых семей – сирот приоритетных задач нашей страны. У нас в нашей семье трое детей, все трое школьников живут с детьми, с семьей, мы вместе с мужем живем своей семьей, своими детьми и проживаем их жизнь. Акция «Дорогое слово мама» – это еще одна мягчимость подяковать и подарить радость женщинам, которые выполняли в жизни свое головное призначение и являются узором любови, надеи и пробачения. На протягу ты дня подобные урошистые концерты отбудутся у Речица, Мазири и Гомили. На их будут запрошены около 200 матей из разных районов в области. В целом, за пять годов проведения акции «Дорогое слово мама» – душевные песни, верши и пожадания, как знак поваги и подяки за бесценный батьковский клопот – почули больше тысячи женщин. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадио «Компания Гомель» из Кармянского района. Городские улады и Гомельская епархия Белорусской Православной Церквы вырошили объеднать свои веншования с Днем Мати. Подарунком для мам Гомеля стало урочистое мероприемство, которое прошло в городском центре культуры. У фойера сгорнулася выстава детячей творчести, а со сцены маленькие артисты дарили музычные сувениры. У меня два сына, три внука, все мальчишки. Так что один сын в армии сейчас, у второго сына трое моих внуков. Дети поздравили с утра, внуки тоже, даже маленькие. Ну, счастье быть мамой – это для любой женщины. И что значит мам? Мама – это все в нашей жизни. История этого свята наличевая амаль 15 годов. Приклад настолько же прошло с момента заснования в Беларуси ордена Мати. За эти годы в Гомеле были узнагороджены 113 женщин. Всего лета ордена тримали 4 женщины. Мама – это особый человек, который дал нам, как говорят, путевку в жизнь. И хотелось бы от всех нас, от нерадивых детей, пожелать прежде всего мира, добра от нас, детей, именно любви. До других тем. Сегодня день работников фармацевтичной и микробиологической промысловости. В Гомельской области это первое за все святое работников республиканского унитарного предприятия «Фармация», а также приватных аптек. В сучасной «Фармация» это амаль полторы тысячи работников. Только у Гомеля по слухе насельницу оказывают около 80 аптек. Дорога, столько же у областных центров и коммерциальных аптек. При этом, по словах керавництва «Фармации» размова идет выключено об здоровой конкуренции. Бо во всех одна задача – забеспечение насельництва леками в тем лику айчинной вытворчасти. На корысть их эффективности у фармации приводит тот факт, что сегодня треть айчинных леков поставляется на экспорт. Среди задач фармацевта на ближайший час – поставки у аптеки леков с уликом сезонного роста захворываемости на грипп. Гриппа всегда все боятся, но и как только похолодание первое, уже появляется больше покупателей в аптеках, больше простудных заболеваний. На аптечном складе и в аптеках есть неснижаемый запас разных групп, которые касаются этой противовирусной, антимикробной, противовоспалительной, жаропонижающей. У нас есть большой неснижаемый запас, поэтому перебоев с препаратами не будет. На Гомишчине з'явился еще один областный фестиваль-конкурс. Его удельниками стали установы адукации, которые проводят активную выховаучо-патриотичную работу. Причем на прикладе мясовых особливостей Олег Сенсеров сегодня назирал за финальными споборництвами. Гэта областный фестиваль-конкурс – первый по лику. По словах организатора, я глумаю это оценить реальную работу, якая проводится у школах по громадянско-патриотическому выхованию с выкористанием мясового краизнавчика материала. Причем это повинна быть не просто работа одного наставника за одним классом, а целостная система, расповсюдженная во всей научальной установе. Наставники погоджаются. Сегодня выкладать материал на уроках становится все больше тяжко. За развитием интернета практически любую тему можно выучить самостоянно. Иншая справа, что доведаться нечто интересное таким членам об своей малой родине, особенно когда это везет в этот невеликий город, ведьме складана. Разом с этим практика свечить. Сказать об эффективной выховавчо-патриотичной работе без выкористания мясового материала не приходится. Именно краеведческая работа, работа понятная, близкая, доступная детям, потому что это населенный пункт родной, это объекты родные, с которыми они встречаются каждый день, это люди, которые их родственники, которые когда-то героически себя проявили, когда сделали для своей малой родины и для большой родины очень много. Темы, якими можно засекавить школьников, самые разные. Тут и особливости природы, и в обучении местовых географичных назвов, плюс доследование истории везок и тех же традиций белорусской хаты. Я еще один накерунок – выхование молоди на прикладах с життя конкретного человека, яке для строя целую эпоху. Ярким примером является Иван Семенович Горунов, человек, директор вечерней школы номер 7, ветеран Великой Отечественной войны, педагог. Он возглавлял вечернюю школу, в здании которой сегодня расположен современный Гомельский городской лицей. Человек, который сделал все для того, чтобы наше образование было таким, каким оно есть. Он сформировал любовь к родине у тех ребят, с которыми он общался, которых он учил. Областный конкурс по грамадянско-патриотичному выхованию школьников провели у два этапа. С початку заводчины, за анализом досланных работ, потом финальная частка. Команды рассказывают об конкретных реализуемых проектах и кажутся по дотягнутым эффекте. Директор Рогачевского районного центра туризма и краизнавства «Дятей и молодцы» Енаць Титович Агучуя Лежбы в экспедициях по местах боев приняли удел больше 500 наученцев, яке займалися реставрацией помников и доброупорадкованием месту войсковой славы, плюс сбирали материалы для музея. Калиёсь Мета и про 70 годов после войны можно найти нечто дикавое. Постоянно совершенствуем методику нашей работы, подключаем материалы сайтов, мемориал, подвиг народа, находим документы о войнах, которые были уроженцами нашего района, воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны, посещаем все деревни, обращаемся к родственникам, бывшим ветеранам Великой Отечественной войны и пополняем архивные фонды Центра туризма и краеведения и музея «Лёс солдат». Олег Сенчаров, Валерий Копаньков, телерадокомпания «Гомель». У коллектива «Юный Динамовец» пополнение сегодня членские билеты отримали наученцы гомельских спортивных детячо-юнацких школ Олимпийского резерва. Зараз у Гомельской области дейничают две спортивные школы, которые относятся до товариства «Динамо». Опрача подрыхтолки юнакоуда службы у правоохолных органах, их задача – выхование спортсменов, которые смогут выступать на споборницах сусветного озроуни. История гомельской организации «Юный Динамовец» отличается с 1934 года, когда она была створена в метах физического выхования молодых людей. После распада Советского Союза коллектив «Юный Динамовец» практически спынил свое иснование и был отроджен только в 2010 году. Мне бы хотелось, конечно, чтобы те юные «Динамовцы», которые сегодня получили членские билеты, которые получили этот знаменитый ромбик с буквой «Д», на самом деле остались в спорте. На самом деле, чтобы мы их имена и фамилии услышали еще много и много раз, когда они будут подниматься на пьедестал почета, когда в ихнюю часть будет звучать гимн Республики Беларусь и подниматься флаг. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ждем вам только добрых новинов. До новых встреч в эфире.